Здарова, это Шамшурин. Поговорим в этом видео о причинах, почему девушки могут не уважать мужчин, не уважать тебя, допустим, или кого-то из твоих друзей. Недавно был эфир, и там был такой вопрос от мужчины. Я его прям прочитаю. Девушка устроила скандал и плеснула в меня чай и сказала, что я виноват, и я ее довел до этого. Я извинился, и она ушла от меня. Почему? Почему я хочу это разобрать, потому что у меня складывается такое ощущение, что у многих мужчин нет глаз, нет ушей, нет мозгов даже, в конце концов, нет основных органов, важных для жизнедеятельности. Ситуации такие, на самом деле, не редкость. И суть в том, что как бы здесь чай – это просто пример, потому что это может быть в любой другой форме, то есть унижение, неуважение женщины. У нас какой-то месяц, когда все видео почти об этом. Так уж сложилось, таких вопросов больше поступает в последнее время. То есть все это как-то проявляется разными способами. И самое интересное, что он меня спрашивает в этой ситуации, почему она ушла. И если ему сейчас как бы сказать, слушай, а хочешь, чтобы мы сделаем так, что она вернется? То есть как бы, хочешь, мы с ней поговорим, она придет, все нормально, она вернется к тебе. Он, скорее всего, скажет, конечно же, да. Не задумываясь, он скажет, ну да, конечно, хочу. Очень хочу этого. И в этом вся тупость, в этом вся крайность, понимаешь? И что это за женщина, я не знаю. Я не знаю, кто она, чем она занимается, кто она там по жизни, по характеру и так далее. Ключевое для меня, что я слышу, что она ушла, то есть она плеснула в него чаем, она сказала, что он ее довел, он извинился, и она после этого ушла. И единственное, в чем я соглашусь с этой женщиной, что да, он ее довел. То есть он довел ее до того, что она плеснула в него чаем. И как он ее довел? То есть он даже этого не понимает. То есть довел, в смысле, довел своим попустительством. Довел тем, что он ранее, это не сегодня началось, не в этот день. То есть он до этого много-много раз позволял ей унижать себя, быть с ним неуважительной, и как бы своим ничего не деланием в ответ, попустительством, приниманием и принятием этого он ее, скажем так, подвел к тому, что она уже охерела настолько, что позволила себе вылить человеку чаем лицо. Еще раз внимательно. Когда женщина позволяет себе в твой адрес, тем более твоя женщина, то есть если бы это была какая-то посторонняя левая истеричка на улице, которая тебя не знает, ну вот идешь, ты такой, она раз взяла и плеснула в тебя чаем. Безусловно, она конченная, с ней что-то не так, ну человек болеет, может быть, почему сразу конченная, да, действительно. То есть с ней что-то не так. Но если это твоя женщина, и она позволяет себе с тобой так делать, то это только твоя вина, только ты в этом виноват. Еще раз. Это начинается не сразу. Как это происходит? Все очень просто. Тебе нравится женщина, она для тебя редкость, просто что-то такое божественное. И ты как бы ради того, что она с тобой, ради обладания ей, ты вообще готов терпеть любую херню. То есть это тебе не важно. Тебе важно получить ее, потому что это же редкость. Тем более она красивая. Господи, как мне повезло. Ты совершенно не думаешь в этот момент в своей голове. Ты слепнешь, ты глохнешь, у тебя отключается мозг. И где-то в мелочах она начинает там осознанно или неосознанно, это еще зависит от ее характера, она начинает что-то периодически выкидывать в свой адрес. Ты раз никак не отреагировал, два не отреагировал, три не отреагировал. Где-то, может быть, попытался отреагировать, сказал, что это ты так себя ведешь? Ты хочешь, чтобы я ушла? Все-все-все, молчу-молчу-молчу, как в той сказке. А потом люди удивляются. Как это так? Она плеснула от меня чаем. Но прикол в том, что этот чувак даже не удивился. Он меня спросил, почему она ушла? Как мне ее вернуть? То есть ему даже это, сука, не кажется каким-то, знаешь, недопустимым. Что следующее она должна? Она должна плюнуть ему в лицо. Она должна насрать ему в ботинки. Что? Она должна маму его, не знаю, послать на три буквы. Она должна поджечь ему квартиру. Что должно вообще произойти, чтобы, сука, чувство собственного достоинства и уважения во многих из вас, чтобы оно все-таки появилось, включилось, где кнопочка активировать? А почему она ушла? Не важно, что он там натворил, поссорились, нет. Она ушла ключевая причина. И почему от каждого из вас может уйти девушка? Она ушла только потому, что ни одна здравомыслящая женщина не захочет быть с мужчиной, об которого можно вытирать ноги. Который позволяет этой же женщине об себя вытирать ноги. Ни одна. Итак, к сути, в чем основные причины, почему женщина может не уважать мужчину? Внимательно слушай и запоминай. Значит, первое это отсутствие выбора. Безусловно, это всегда базово. Когда для тебя женщина это манно-небесный подарок судьбы, и если у тебя нет альтернативы, ты будешь сам создавать ей все условия для того, чтобы она тебя прогибала, нагибала, загибала и не уважала. А второе это отсутствие личных границ. То есть, когда мужчина позволяет женщине нарушать свои личные границы. И возможно, что даже это может быть не его вина, безусловно. Он мог наблюдать это у своих родителей, когда мама, например, там чмырила папу все время. Он мог взять оттуда эти семейные какие-то модели, какие-то ролевые ожидания. То есть, неосознанно он это все тащит по жизни. Но ты же человек, ты же мужчина. То есть, для того, чтобы осознать, что что-то не так и что-то с этим сделать, у тебя все для этого есть. И самое интересное, что позиция снизу, конечно же, это еще одна причина в общении с женщинами. Позиция снизу заставляет ее тебя не уважать. Причем самое интересное, что мужчина может быть где-то в социуме со своими друзьями, с коллегами по работе на тренировке просто жестким альфачом. Там, ему, блядь, слово боятся все сказать. Но когда он приходит... Я таких мужчин реально знаю сам несколько. Когда он приходит домой, его баба просто начинает бить из него веревки. Просто. И как это так? Это же один и тот же человек. То есть, соответственно, женщина, наверное, вряд ли в этом виновата. Хотя, конечно, она там странная и конченная. Зачем она вообще вступила в отношения, как бы. Но виноват ты, потому что ты соглашаешься, продолжаешь жить с этой женщиной. Соглашаешься это впитывать. Следующая причина, почему женщина может тебя не уважать, потому что мужчина просто может не знать, чего он хочет. Под воздействием эмоций, что вот, наконец-то, мне такая женщина дала. То есть, она согласилась. Боже, как мне повезло. Он ни хрена не думает о том, что будет дальше. Во-первых, какие будут последствия. Во-вторых, а какие последствия вообще хочу. Что я хочу. Если я знаю, что я хочу там семью, чтобы мне было вот так и вот так и вот так. И это вдруг не соответствует. Я говорю, до свидания. Все же очень просто. Нужно знать, что ты хочешь от женщины. Для чего она тебе. И, собственно, вот основные причины, по которым женщина может унижать мужчину. Ну и, как видишь, причины все кроются не в этой женщине. Еще раз, я здесь женщин не защищаю. Здесь очень много сейчас в наше время появилось манутых женщин. Безусловно. Но вас же не заставляют с ними общаться. Ищите себе нормальную. Кто-то еще скажет, да все такие. Ну все такие тогда, не знаю, пуделя своего там натяни. Не знаю, выйди за него замуж, женись. Все равно есть среди этой массы, которая все больше и больше вот этих, как сейчас принято говорить, непригодных женщин, прости господи. Среди них есть нормальные. Но для этого тебе нужно найти, выбрать, как это сделать. Я помогу тебе это сделать на своем практическом тренинге. Перезагрузка, которая будет с 3 по 6 марта. Успей забронировать себе место. Ссылка здесь под видео. Будем вместе менять твою жизнь.